Можно ли выжить после падения самолета? Выжить при падении самолета практически невозможно. Но исключения все-таки бывают. И часто после этого эти люди начинают верить в Бога. Посмотрите 4 самых экстремальных случая спасения. Лариса Савицкая. 24 августа 1981 года 20-летняя студентка Лариса Савицкая возвращалась из свадебного путешествия вместе с мужем Владимиром. Самолет Ан-24 следовал рейсам из Комсомольска на Амуре в Благовещенск. Над городом Завитинском на высоте 5200 метров Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком Ту-16. В результате столкновения погибли экипажи обоих самолетов. Ан-24 разломился на несколько частей и стал падать. Уцелевшая хвостовая часть самолета, где находилась Лариса, упала на березовую рощу, что смягчило удар. Как выяснили специалисты, обломок фюзеляжа 3 на 4 метра с пристегнутой Ларисой падал в течение 8 минут с высоты 5200 метров. В лесу среди трупов она провела почти двое суток, пока не появилась поисковая партия. Врачи определили у нее сотрясение мозга, травмы позвоночника в пяти местах, переломы руки и ребер. Гастрах выплатил ей 75 рублей. Советская попала в книгу Гиннеса, как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе. Весна Вулович. 26 января 1972 года югославский пассажирский самолет Дуглас DC-9, следовавший рейсом из Копенгагена в Загреб, взорвался в воздухе рядом с деревней Сербека в Чехословакии на высоте 10160 метров. Причина трагедии – теракт. Самолет, разломившись посередине, стал падать вниз. В средней секции находилась 22-летняя стюардесса Весна Вулович, которая не должна была лететь по графику, а подменила другую стюардессу. Страшный удар и темнота. Бессознательное тело единственной выжившей срочно доставили в госпиталь. Перелом позвоночника, основание черепа, обеих ног девушка провела 27 дней в коме, а потом 16 месяцев на больничной койке. В 1985 году за самый высотный прыжок без парашюта она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Счастливая четверка. 12 августа 1985 года лайнер Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines вылетел из Токио в Осаку. На борту находились 524 пассажира и члены экипажа. Через 12 минут после взлета, при наборе высоты 7500 метров, у самолета оторвался вертикальный хвостовой стабилизатор. Но пилотам неимоверными усилиями удалось удержать лайнер в воздухе еще 32 минуты. Катастрофа случилась в гористой местности, в 100 километрах от Токио. Однако поисковая группа обнаружила сразу четверых живых. 24-летнюю стюардессу Юми Отиан, 34-летнюю Харико Ясидзаки со своей 8-летней дочкой Микико Ясидзаки и 12-летнюю Кейко Каваками. Все они во время полета находились в хвостовом отсеке, в районе, где произошел разрыв обшивки самолета. Это самая большая по числу жертв катастрофа в мировой авиации. И, наконец, умопромочительный случай дикого везения. И это не сказка. Франя Силак, учитель музыки из Хорватии, избежал смерти 7 раз. В 1962 году поезд, в котором он находился, съехал с рельс и упал в воду. В тот день погибло 17 человек. Франя Силак сумел доплыть до берега со сломанной рукой. На следующий год в самолете, в котором он летел, произошла разгерметизация. Боковую дверь в самолете вырвало, несколько человек высосало за борт. Силак очнулся в госпитале, где ему сообщили, что самолет, в котором он летел, разбился, а сам он благополучно приземлился на сток сена. Через несколько лет Силак попал в аварию в автобусе. Погибло 4 человека. Франя отделался легкими ушибами. Еще через несколько лет у этого загадочного везунчика загорелся автомобиль. Он попытался его потушить, но автомобиль взорвался. Спустя 3 года у Франя вновь загорелся автомобиль из-за сбоя топливной системы. У Франя на голове сгорела большая часть волос. Спустя 22 года неубиваемого героя сбил автобус, и он опять отделался шоком и небольшими ушибами. На следующий год, двигаясь на своем автомобиле, Франя слишком поздно заметил грузовик, который мчался прямо на него, вывернул руль в сторону обрыва в ущелье, выскочил из машины, а машина полетела вниз. Спустя 5 лет, в возрасте 74 года, самый невезучий везунчик, впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл 1 миллион долларов. Подпишитесь на канал Beautiful, и вы не пропустите следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok